Привет, зритель! Давно не виделись. Сегодня у нас последний день октября. У меня на губах вот эта замечательная Эйвон-поматка Чик-Шик или тёса в этом роде. Она, по-моему, у меня была в обзоре хавчика с кухни на фоне нового окна. Вот. У меня тут на днях буквально вчера случилось несчастье. Обломился ноготок. А остальные пришлось облезать. Не было ножниц, не было кусачек, вообще печаль. Тут у меня остатки ногтя на ногах. Это лака на ногтях. Короче, вот такие у меня сейчас пока ноготочки. Но я думаю, ты переживёшь этот печальный момент вместе со мной. Сейчас у нас будет обзор моего ухода на ноябрь. И я очень постараюсь выложить этот ролик до конца месяца. Зубная паста. Дентал клиник, керасист 2080, корейская, с салями и травами. Из деревни. Та, которая была в городе, уже оказалась в пустых баночках. Переходит с октября на ноябрь. Дофига экономичная. Буквально совсем чуть-чуть. Чуть-чуть вкусно пахнет мяткой, ещё чем-то таким. Вот сейчас буквально я это унюхала. Я вообще люблю корейские зубные пасты. Когда я их для себя открыла, я поняла, что это очень экономичные пасты. Даже если они стоят на тот момент в разы дороже тех зубных паст, которые я до этого покупала. Хоть те тоже были экономичные, но не настолько экономичные, как эти. В общем, на очень долго хватает. Месяца на три, то точно три-четыре месяца. Самое то. Если ты вдруг в поисках зубной пасты, то я тебе такую вот советую. Не обязательно именно такую. Я только на зонах покупала. Думаю, что и в других местах можно найти. Но они очень экономичные, корейские зубные пасты. У меня есть замечательная штучка, про которую я совершенно забыла. Это подарок от подписчицы Света из Москвы. Я тут что-то в октябре ткнулась в свой ящичек, в шкафчик, где у меня одно время, ну, до недавнего времени, где у меня был склад запасов косметики уходовой, мыльно-рыльной. И я обнаружила вот эту штучку. И я не то чтобы регулярно, но сегодня я юзала. Довольно-таки пользуюсь. Она у меня, по-моему, не была заявлена на уход октября. Но вот она у меня будет заявлена на уход ноября. И, возможно, она будет в пустых баночках. Это у нас сыворотка для лица, для нормальной кожи. Секрет улитки. 20 миллилитров. Но, слушайте, тут этих 20 миллилитров дохрена и больше. Я сейчас сегодня поняла, что это чем-то напоминает. Вот бывают такие жиденькие гелеобразные гели для лица и тела алоэ. И вот примерно что-то подобное по консистенции впитывается. Так кожа хорошо. Всё очень хорошо ей. Я думаю, что вот спасибо Свете за такую штуку. Возможность её попробовать. И что я её благодаря Свете для себя открыла. Я думаю, потом она закончится у меня. Я такую посмотрю на озон там или ещё где-нибудь докажу себе. Штука очень клёвая. Она у меня будет юзаться. У меня тут есть такой кремик. Он ещё зафольгированный. У него срок годности до конца месяца ноября. Тут 30 миллилитров. Я думаю, за месяц я его уделаю. Это тоже подарок от подписчицы Светы. Та, которая задарила эту масочку. Это у нас Гратулу. Профессионал Лавандер. Экстракты трав и серебро. Хлем для рук. Увлажнение, регенерация, защита. Вот такой же был у меня в пустых баночках октября. Думаю, этот будет в пустых баночках ноября. Очень классный кремик. Мне очень нравится такой. И внезапно это русская фирма. И вот он у меня. Откроется 1 ноября. Снимется с него эта металлическая фигнюшка. Слюдая такая фольга. И он у меня будет юзаться. Снова от подписчицы Светы. Яйца. Яйца корейские. Я забыла полное длинное название, что оно обозначает, как оно переводится и так далее. Но это такая охренительная пенка для умывания. А корейские, вообще азиатские, китайские, японские, корейские. Короче, азиатская косметика для умывания. Она очень экономичная, так же как у дубной пасты. Буквально совсем чуть-чуть. Я не то, чтобы и каждый день, допустим, пользуюсь. Иногда 2 раза в день утром и вечером. Иногда вот через день. Иногда, когда вспомню, стоит она у меня в ванной, шрать не просит. Тут 30 грамм. Но этих 30 грамм довольно надолго хватает. Там буквально вот с половинку ногтя. Учитывая, что у меня сейчас ноготь обстриженный. И он уже довольно такой коротенький. Камера, сфокусируйся на ногте. На экран Лёлька тыкает пальцем. И, короче говоря, этот... В общем, надолго её хватит. Спасибо, Свете, крутая штука. Я про неё читала на рекомендет. Там что-то какие-то такие дофига восторги. Это типа как бы маленький форматик. А есть ещё большой форматик. Я думаю, большого форматика вообще, наверное, на год хватает. Кошка у меня тут куда-то лезет. В общем, это счастье у меня будет юзаться в ноябре. Детский крем чередуя от Гринмама всё ещё никак не закончится. Тут немножко осталось. Я думала, что он у меня в октябре уйдёт. Но я что-то он стоял так на столе компьютером. Где-то в глубине стола. И я про него всё забыла. А он ведь универсальный для лица и тела. И вообще не только для детей, но и для не детей. Хорошая штука. Мне вообще нравится. У Гринмамы некоторые средства, которые постоянные такие, не меняются. Детский крем мне очень у них нравится. Он у нас год юзаться в ноябре. Если у вас есть дети, советую такое. А если у вас нет детей, или вы просто себе хотите что-то такое нейтральное, на все случаи жизни, в плане уходового средства, то вот вообще находка. Я в этот раз решила обойтись без крема для ног. Ну и флакончик для рук у меня такой маленький. Как бы что-то. Может он у меня будет когда куда-нибудь буду ходить. Я его в сумку обычно кидаю, какой-нибудь крем такой. На постоянке у меня обычно в сумке какой-то кремик. Но в этот раз, в этом году вообще, в этот сезон, я как-то еще не перешла на осеннюю сумку. Я или рюкзак юзаю, если на велике куда-то еду, или просто такую, типа как сумочку магазинную, походную, туда вот кидаю на самое дно, если куда-то еду, и понимаю, что мне на пути возможно понадобится кремик. То вот как бы он у меня переносной. Потому что у меня в конце ноября заканчивается срок годности, кверх ногами держу, вот этого счастья. И мне его надо бы как-то доюзать, что-то оно у меня тут, ну, я стабильно забываю, хотя я сегодня надала ноги вместо крема специально, чтобы его уже уделать. Это Эйвен Кэ, масло кокосовое становление, лосьон для тела, для сухой, очень сухой кожи. Очень сухая кожа у меня становится как раз где-то в холодам. С конца осени, зима и до начала весны. Такой холодной весны, там, март еще где-то, да. Ну и поэтому я как бы не так часто им пользовалась. Ту-400 мл, это подарок от подписчица Лёли. Мне очень нравится, у него нейтральный такой аромат, вообще суперская штука. Я отливала в небольшую баночку, брала с собой в деревню, использовала вместо молочка для лица. И, в принципе, его и использую, помимо прочего, как молочко для лица. Можно использовать как крем-то рук, как крем-то ног, как полностью для всей тушки. Я не знаю, сколько тут осталось, но судя по тому, что он как-то вот уже, я переворачиваю его, чтобы нормально у меня вылилось. Наверное, не очень много, и я думаю, что он у меня за ноябрь делается, и будет в пустых баночках ноября. Просто я как-то немного стремаюсь. Вот если у Гринмамы идет срок годности с запасом, то у Эйвен, я как-то не знаю, вот у них после трёх лет можно ещё использовать это средство или нет. Если кто-то так вот сталкивался с подобным, дайте знать комменты. Второй раз уже прошу, кстати, в подобных видео. Ну, что-то пока, видимо, никто не сталкивался, потому что в комментах на эту тему никто ничего не писал. Хотя одна моя подруга допотопный крем Эйвен как-то юзала, ну, как бы у неё всё нормально было, но я не рискую сама пока. В общем, вот у меня он будет вместо крема для ног, крем для ног ушёл в полочку запасов, потому что у него, в принципе, срок годности ещё не поджимает и вообще как-то Гринмамовский. А этот вот, лосьон для тела, молочко для лица и крем для ног три в одном. У меня тут пеночка. Ну, вообще-то не совсем пеночка, но, в принципе, пеночка. Энзимная пенопарашют для умывания, пенная маска, лунатура. Это тоже от подписчицы Светы. Очень классная, экономичная штуковина. Я ей то пользуюсь, то не пользуюсь, то иногда специально пользуюсь. Вот посередине дня вот я чувствую, что вот мне надо, прямо её надо. Она такая скрабирующая, можно сказать, как лёгкий пилинг. Очень хорошая штука. Тут ещё прилично. Ну, и она у меня на ноябрь переходит. Я думала, что это мыло закончится, и хотела его в пустых баночках ободреть. Это и фрашерская мыло, лимитка какая-то очень замшелая. Когда-то её покупала. Пардон. Тут 150 грамм. Это пахнет для меня миндалём, но тут какая-то ёлка, по-моему, вообще, ну, как бы, ёлка, которая пахнет миндалём. Там осталась где-то ещё одна четвёртая кусочка. Я практически весь октябрь душ принимала в основном с мылом. Я надеялась, что я его замылил, и оно будет в пустых баночках. Да ни хрена, там ещё осталось. В общем, оно у меня как мыло переходит на ноябрь. Я думаю, что в ноябре оно уже будет, наконец-то, в пустых баночках, потому что там действительно немножко осталось. Я когда обозревала посылочку уходовых средств от Лёлечки из Сюмени, там было мыло дав, и я его вроде как собиралась заюзать в октябре. Но вот не случилось, я его даже не открыла, потому что это мыло ещё не закончилось. И оно у нас будет в уходе ноября. Ну, я показываю коробочку, потому что как бы, ну, само мыло тащить здесь мыльничкой как-то, ну, мне неудобно. Да, мне неудобно спать на потолке. Трусы через голову одевать мне тоже неудобно. Когда соседские дети на меня похожи, мне это совсем неудобно. Короче, Avon Senses, ягодная коллекция, вишневой коктейль спила, вишня, гель для душа. Очень классный гель, пахнет вишенкой реально такой, причём даже черешенкой, ближе к вишне-черешне как-то так. Немножко он заёзанный, он довольно экономичный. Я всё-таки ему пользовалась, как гелем для душа в октябре. Это из посылочки Лёлечки, которую почта Ярославля по непонятной причине очень сильно задерживала и доставила несколько в таком покорёженном виде. Ну, в общем, он у меня не был заявлен в уходе октября, но он у меня в обзоре шёл как на уход октября, потому что обзор посылки был уже, соответственно, больше, чем уход на октябрь. Ну, вот он у меня на ноябрь переходит, и я им уже буду этот раз пользоваться, именно по назначению, именно им буду его использовать душ, а мыло, которое долго-долго не замыливается, и фрешевское, буду использовать просто как мыло. Руки там помыть. Очень классный аромат, спасибо Лёлечке. Вот такой хороший гелик. Если вы любите вишенку, то вот вообще кайф. Напоминаю, кстати, детский гелик, там, из их серии, там, детской, с вишенкой. То ли это шампунчик был, то ли детский гелик, я уж не помню. Вот эта штуковинка, тоже от Светочки. Вот как раз там ещё есть такая фигня масло такое, баттер, но он в маленькой бабочке, но я его пока не юзаю, потому что у меня, в принципе, есть чем пользоваться. Масло баттера я пыталась использовать на губы, но ощущение не очень приятное, такое масло какое-то ощущаешь. Поэтому я его решила как крем для рук оставить, там, или потом крем для ног, или там, для тушки, или ещё что-нибудь, будет где-нибудь кусок кожи сухой, буду им увлажняться. Это вообще 5 в 1, по-моему, какая-то супер маска, но можно, в общем, её использовать как угодно практически. Но я её решила использовать именно как маску, но не часто пользовалась в октябре. Я думаю, в ноябре, я надеюсь, в ноябре у меня будет больше времени на свои хобби и свои дела, и сад, наконец-то, уже закончился, и всё остальное, какие-то внезапные дела, по большей части тоже. Либо я буду говорить, нет, знаете, у меня вообще-то свои дела, я хотела сегодня пораньше ролики записать, а не скидывать книжки на флешки больше, чем полчаса. Короче говоря, не, я не против, как бы кому-то помочь, но когда это занимает больше времени, и эту помощь может сам человек сделать, а не я, то как-то местами иногда там напрягат. В общем, я надеюсь, что в ноябре я почаще буду этой штучкой пользоваться. Спасибо, Светочки. У меня тут ещё есть одна хреновина от Светочки. Это Леврана. Алоэ Вера. Крем для век. Я не очень поняла его, как крем для век. На несколько раз наносила, но у меня какой-то, ну, не очень такой дискомфорт какой-то ощущается от него. Тут всего лишь, сколько хоть тут, 15 миллилитров. Я его в итоге пользую, как крем для рук, когда работаю за компом. Последние месяцы у меня крайне редко получалось работать за компом, чаще на ноутбуке, на кухне. Поэтому, когда я там бываю, о, крем, надо им помазаться. Водка-крем для рук, он хороший. Первое знакомство с Левраной, я поняла, что это, ну, последнее. Я себе такую штуку точно покупать не буду. Если кремат для глаз, это вот в Гринмаме мне нравились кремат для глаз с черника или с петрушкой. Они до сих пор, кстати, там есть. Там, правда, большущий формат, флакончик такой, 50 миллилитров, его на гос с лишним хватает. Ну, вот. Тут такая штука есть. Так, что-то у нас ещё. Тоже отсветочки. Ночная маска для лица питательная с маслом ши. Один раз я её вообще юзала, но как-то я тогда была жарко, я ей не прониклась. Ну, как бы там написано «Намазать избать лечь». А я намазала и пошла на кухню что-то делать. Я её ощущала на себе просто. В октябре не удалось ей попользоваться. Я, может быть, сегодня постараюсь её на ночь нанести, потому что я надеюсь, что я всё-таки раньше, чем час ночи лягу спать. И в ноябре я её доделаю. Тут у нас масло щи. Ночная маска. Ну, как бы я никогда особо ночными масками не пользовалась, вообще не пользовалась. Иногда ночным кремом пользовалась, когда у меня там периодически бывало. Ну, вот масками ночными. Благодаря Свете только. Спасибо тебе, Света. И она у меня на ноябрь приходит. У меня совсем чуть-чуть осталось. Возможно, оно будет в пустых баночках ноября. Это «Грин Мама». Сливки косметические для снятия макияжа череда и коренья дуванчика. Мне очень нравятся. Я их использую как помаду с лица стереть и как просто лицо протереть. Очень хорошая штука, экономичная. Ну, если что, я вам такую штуку советую. Так, у меня тут Иврашевский кремик для лица. Я что-то так про него совершенно забыла. Он тоже как-то на глубине сибирских рус лежал у меня на компьютерном столе. И я пользовалась чем-то другим. Но он всё ещё жив, всё ещё может юзаться. И он как бы на день и ночь. Я постараюсь себе дать задание его юзать утром. Ну, если понадобится, вечером. Или в течение дня, когда вот иногда чувствуешь, что надо увлажниться. Вот записываешь ролик, понимаешь, что перед роликом зеркало сможет, что-то такое-такое. Какие-то сухонькие кусочки кожи требуют увлажнения. Ну, вообще они возникают обычно тогда, когда я не соблюдаю свой режим сна. И если я не высыпаюсь, то у меня обычно вот под глазами, вот здесь, где очки заканчиваются, вот в этих местах кожа очень сухая и шелушится. То это тоже спасает. Так, у меня тут огромненький шампунчик от подписчицы Лёлечки. Эйвен Нэтчерлс. Бесконечная свежесть. Два в одном. Шампунь-ополаскиватель. Имбирь и манго. Я раньше как-то обходила стороной, даже когда была возможность просто заниматься этим Эйвеном и делать заказы, этот шампунь. Ну, и как-то думала, что он мне не подойдёт. Ну, он очень хороший. Вот волосы им сегодня вымыты. Учитывая, что они у меня не совсем досохли, когда мне пришлось в одно место идти, и они уже под шапкой досыхали. Но всё равно довольно пышные и свежие. Очень хорошие экономичные шампунчики. Я думаю, что если обычно формата 250 мл на месяц хватает, то тут 700 мл. Я думаю, тут хватит месяца на 3-то точно. Так что он у меня почти весь октябрь юзался. В ноябре будет. Ну, и там, может, даже в декабре. В общем, он у меня приходит на ноябрь. Спасибо, Лёлечке. Очень классный шампунь. Приятный аромат. На глазах хорошо. Экономия воды, потому что смывается довольно быстро, и не надо там 100-500 раз сначала горячий, потом холодный, потом снова горячий. Какой-то этот контрастный душ для головы устраивать. Вот. Так, у меня тут бочонок неполный. Кайлаж Живан. Он как уходовое средство, универсальное. Оду ему, как обычно, превозносить я не буду. Есть один ролик в плейлисте MyIndia. Хотите, гляньте. Тут совсем чуть-чуть оказывается. Надо его потом вот с моей пенсии инвалидской купить числа 12-го ноября заказать. Вот. Хорошая штука. Иногда его вот костяшки надо увлажнить, я его намазываю. Иногда вот если вы сморкаетесь, допустим, вот здесь вот крылья носа сушёные, да, такие, кожу обрезают. Можно его помазать. Так ещё что-нибудь. По большей части я им мажу, когда у меня животное меня поцарапает. А у меня что-то мечта, сейчас вообще какой-то кайф такой она ловит. Я сажусь кушать за кухней, она прыгает мне на колени. В лучшем случае просто мурлычат и так сидишь, что мне неудобно брать пищу, что она то ли хвостом в тарелку сует, то ли лицом в лицо мне мордой лезет. И может ещё так кайфа ради так вот поцарапать меня. В итоге приходится им пользоваться. И тут у меня идёт уже конкретный самопал. У меня тут отвар флоксов и растения бергамот. 16 апреля 19-го года сделанный 23.00 стоял в холодильнике. Ничего с ним ещё не случилось. Всё, ништяк. И он у меня будет как бы, ну как, тоник для лица или там лосьончик. И ещё во флакончик от света присланного розмариновой воды с серебром антисапника от этой самой мастерской Алиси Мустаевой у меня тут будет тоничек. Сейчас вот перелила буквально перед обзором, потому что поняла, что мне надо какой-то тоничек. Это настой лепестков пиона розового 30.06.21 сделанный в скобочках пион из сада. Вот. И ещё одна штука, ну не могла я про неё не сказать. Да, у меня уже второй обзор нет ухода бальзама. У меня там есть, конечно, тот мелкий красящий блеск для губ, но он всё-таки по большей части блеск для губ, а не бальзам. Бальзам, может, я себе как-нибудь сделала для губ, это гигиеничку. А вообще у меня есть такая штука. Я не помню, когда я её делала, я всё хотела глянуть свою вконтактовую страничку травника, где там мыло от пинговых, потому что оно там было. Я помню, что здесь было масло, кажется, облепихи. Мне даже одна моя знакомая, помнится, помогала всё это внутрь вылить там через маленькую такую вороночку косметическую. Потом кокосовое масло и воск от наших пчёл. И вот оно стояло, стояло на глубине сибирских рук. Я разобрала в шкафу, освободила одну полку, там, где всякая одежда, и перенесла туда всю мыльно-рыльную и запасную косметику и ещё кое-что. И нахожу эту штуку. Она у меня будет использоваться как увлажнение, питание, укрепление ногтей. Вообще, как крем для рук тоже может использоваться, я его юзала. Но я думаю, что его при случае можно, наверное, и на губы наносить. Но у меня сейчас на губах помада, поэтому продемонстрировать не смогу. Уж не обессудьте. Но вот оно у меня внезапно будет участвовать в уходе ноября. Вот такой у меня обзор, всё, что хотела обозреть, показать, показала. Всем спасибо за просмотр и встретимся в моих парфюмах ноября, если вы такую тему любите. Пока! Эй, зритель, поставь лайк, пожалуйста! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok